Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Китаво рассказывает о главной теме недельной главы. Это о приношении, которое называется первинки, приношение первых плодов, называется Бекурим. Итак, как происходило это приношение? Человек, который поселился в земле Израиля, уже когда была полностью завоевана земля Израиля, были первые плоды, когда у него вырастали на его, то есть участки земли вырастали первые плоды, то эти первые плоды он должен был пометить, повязать, там на них специальный знак сделать, а потом он их снимал и должен был принести в Иерусалимский храм. И там это происходило очень, вообще это очень красочное событие, событие, которое, благодаря ему, было связано связь с еврейским народом вообще по всему миру. Вот, они брали вот специальные подносы, в которых уложили вот эти первинки, вот, первые плоды, и люди, которые побогаче уложили в золотые подносы, даже в серебряные, золотые, простые люди уложили простые подносы, и вот так вот они несли в храм, останавливаясь возле каждого города, и им устраивали большую встречу, и радовались, что они идут в храм, то есть, как бы, каждый глава города встречал их, встречали их старейшины, и это был большой праздник, то есть, ну, представьте себе такое социальное событие важное, которое приносили в храм вот эти первинки плодов. Это было очень большое событие, очень интересное событие, и очень важное событие. Но, что мы хотели сказать, что сам процесс, сам разговор, который вели, то есть, который Тора вели, то она дает нам эту заповедь, Маше дает нам эту заповедь, и эта заповедь, как бы, очень глубокая, она источник очень больших благословений, мы об этом сейчас тоже поговорим, но очень важный для нас интересный текст, который мы говорим, вот мы были, что армеец хотел нас уничтожить, мы были, то есть, Лаван, то есть, мы говорим про Лаван, вспоминаем события очень далекие с Лаваном, которые связаны потом, как бы, и говорим, что вот, ну, вот сейчас мы пришли в землю Израиля, и вот Всевышний дал нам возможность, и мы принесли вот плоды. И очень интересная, важная вещь, которую тоже надо подчеркнуть, что благодаря тому, если ты принесешь плоды в Иерусалимский храм, да, то есть, то, как бы, тебе обещано, что в следующий год ты принесешь опять. То есть, как бы, это обещание благоденствия как такового. То есть, каждый раз человек, который приходил в храм, он знал, что у него будет Божья помощь и возможность это сделать в следующий раз, вот, и это было особое событие, особый момент, который еврейские народы, находился на определенной глубине, как и социальные события, как и политические события, как и благодарности события. Но очень важно, мы спрашиваем, а почему именно, что у евреев не было, несколько вопросов, которые мы зададим, и Ребетер задает, что у евреев не было врагов таких пострашнее, чем Лаван, да, Лаван, что Лаван сделал, да, Лаван хотел уничтожить, так мы говорим, уничтожить, но на самом деле ничего такого не вышло. Наоборот, Яков проработал Лавана, потом он вернулся от Лавана, вернулся с большим богатством, вот, если мы хотели поблагодарить Всевышнего за спасение, то надо было поблагодарить спасение от Исава, да, но мы поговорим о другом немножко, мы говорим о том странном спасении от Лавана, и как бы подчеркиваем его именно вот это вот спасение. Это один вопрос, который мы зададим, и постараемся на него ответить в течение всего этого момента. И вообще очень важное понимание того, что Всевышний требует от нас принести вот эти вот плоды, и сам принадлежение называется на ОДА, особый текст ОДА, благодарности. То есть, и давайте мы начнем разбирать это поподробнее, и то, что важно в нашей недельной главе, что вообще понимание бекури, им первые плоды, это форма благодарности. Еврейский народ происходит слово «юди», то есть «благодарный», то есть «лядот», то есть «быть благодарным». То есть еврейский народ происходит слово «благодарность», и если человек неблагодарный, как бы, то, как правило, ему надо проверить свою родословную. Пишется, что еврейский народ очень благодарный, должен быть, и всегда должен говорить спасибо. И очень важно, что если мы обратим внимание, что благодарность еврейского народа, которая она идет как таковая, мы учим Машера Бейну, что она не только к человеку, который сделал тебе хорошо, не только к еврею, не только к обычному человеку, не только к нееврею, но и так же она выражалась к животным и даже неживой природе. Где мы это видим? Мы это видим у Машера Бейну, у Моисея. Что Маше сделал? Маше, мы знаем, что он не мог наказать реку, да, то есть потому что он был положен в реку, в реке его спасла река, и поэтому Маше не выполняет это наказание, а через Аарон она выполняет, потому что Маше благодарный, благодарный реке за то, что она ему дала возможность, что то, что река дала ему возможность, его сокрыла, да, то есть есть еще один момент, это мы тоже читали недавно, война с Моавом, да, война с Моавом, да, которые, Моавитянами, которые сделали нам очень много горя, сам Маше не ведет эту войну, он отправляет на эту войну Иошуа. Почему он отправляет на это Иошуа? Потому что когда он скрывался в степях Моава, да, то есть он жил с Итро, Итро тогда был еще Моавитянином, а раз он был Моавитянином, то к этому народу он уже, несмотря на то, что этот народ конкретно кроме Итро ему ничего не сделал, но он уже должен быть, помнить то добро, которое он ему сделал, и мы это видим в многих местах, и поэтому мы это выучиваем, что во многих местах, где мы видим, как Моше не наказывает там несколько раз, там земля тоже, то есть когда она сокрыла египтянина, которого Моше убил, да, то есть он тоже не наказывает, он использует благодарность ко всему тому, что мы сделаем, где мы еще в Торе это выучим, очень интересная вещь, что вся трифа, то есть все некошерное мясо, нужно отдать собаке, да кэрфтиштехони, так пишется трифа, то есть кэрфтиштехони, то есть если есть определенный союз, пишется, у еврейского народа с животными, как собаки, да, то есть в чем этот союз заключается, ну нельзя сказать, союз, это такая какая-то вещь, что благодарность собакам, пишется, что когда Всевышний наказывал первенца, пишется, ни одна собака не залаяла, не завыла, пишется, что собаки чувствуют приближение смерти, да, когда идет ангел смерти, и они начинают выть, то есть если собаки воют, то в доме говорят покойник, но ни одна собака не завыла, и после этого, что они это сделали, мы пишем, есть такая заповедь, что если у тебя будет там трифа, то есть некошерное мясо, которое ты не можешь там продать, чтобы покрыть свой убыток, да, который от него, то обязательно дай ее собаке, потому что собака, она не просто так названа другом человека, она просто очень много сделала для нас, не много сделала, сделала простую такую вещь, но мы уже помним ту вещь, за которую она пострадала, ту вещь, которая не пострадала, ту вещь, которая сделала нам хорошая, и вот такое вот добро мы относимся, поэтому человек, который не понимает добра, он понятно, что у него есть проблемы, вот, и именно еврейский народ и называется слово Иуди, от слова иуде, от слова одаа, то есть именно благодарность, быть благодарным. И в первую очередь, пользуясь случаем, я хотел поблагодарить всех наших спонсоров, основных, всех, кто нам помогает, всех, кто делает добро для нашей синагоги, чтобы у них было огромнейшее благословение, потому что если человек не чувствует благодарность, то в результате он приходит к самым страшным грехам. Известный Сипур, который рассказывается про одного раввина, когда ему предложили работать в более большом городе, вот, он вышел к общине, сказал, вот, я должен уехать, этот город очень важный, меня попросили работать в общине, там, на собрании сказал, ну, мы рады за тебя, что у тебя новое хорошее место. И он должен был дать урок перед последним уроком, и на последнем уроке он начинает говорить такую вещь, он говорит, не убивайте, не грабьте, там, не делайте самые страшные грехи. Они его спрашивают, почему Равин так заговорил, неужели он не верит или, там, подозревает нас в каких-то таких страшных деяниях, и отвечает на это Равин, говорит, что человек, который не умеет говорить спасибо, в результате приходит к самым страшным грехам. То есть, когда я днем и ночью занимался вашим городом, занимался и время в этом городе, да, то есть, как бы, и когда я сказал, что я собираюсь уходить, никого из вас, в принципе, не волновало, что я ухожу. То есть, всем было нормально. То есть, никто из вас не сказал, не уходи, останься с нами, и все остальное, как же мы будем без тебя. То есть, элементарная благодарность, которая существует, это очень важно. Если человек не умеет благодарить, в результате он приходит к большим грехам. И значит, как же он приходит к большим грехам? Потому что, когда человек неблагодарен и не чувствует, что Всевышний это ему все дал, он начинает жить для себя. Когда он начинает жить для себя, его я становится самой центральной точкой, ради которой он все делает, в том числе и страшные вещи, потому что я его превосходит над всем тем, что было сделано. Итак, понятие благодарность приносит огромнейший потенциал, объясняет любаяческий рэбе, и не только любаяческий рэбе, что когда человек умеет благодарить, да, то есть, тогда Всевышний дает ему еще, еще, еще и еще. То есть, за слово спасибо дается еще, но это элементарное понимание, что мы знаем, что благодарный человек, ему приятно давать, и Всевышнего тоже есть особое понимание, приятно дать что-то другому еврею, да, когда он чувствует благодарность ко Всевышнему. Есть еще одна фраза, которая тоже говорится, в нашей недельной главе говорится, что если ты не будешь это делать, да, то как бы Всевышний накажет тебя за то, что ты не работал Всевышнему с радостным сердцем. То есть, понимание радости, это одна из основных точек в иудаизме, которая делает человека не только счастливым, но человека благодаря радости, работе и благодарности, да, вот благодаря радости и благодарности Всевышнему, Всевышний посылает, Всевышний посылает огромное благословение, огромное благословение, огромный хэсэд, который наполняет благословение. И от того, как человек подходит ко Всевышнему, как говорит, помните, как это известная фраза, что стакан можно видеть или наполовину полным, или наполовину пустым. И есть известная вещь, когда кто-то обращается к Рэбе и говорит, у меня такая-то проблема, такая-то проблема, такая-то проблема, и мне все так плохо в жизни и так чтобы он сжалуется рыбе он говорит что так все плохо и рыба говорит вы сами писали насколько у вас все хорошо у вас есть работа у вас выписали что у вас и вы здоровы вы знаете как интересная вещь что человек понимает начинает ценить то что начинает ценить это только тогда когда он теряет это известная вещь где мы это видим смотрите один из примеров до когда человек утром каждое утро горит всевышний благосвятый всевышний за то что как бы то есть сделал столько полостей отверстий в теле необходимых это после туалета благословения если закроется но и откроется человек не сможет просуществовать не часа на человек говорит это так благословение простыми словами но на самом деле если не дай бог у него есть проблемы с почками или еще что-то он это говорит совсем по-другому да то есть и результат совсем совсем другое другая намерение другое другое понимание то человек не ощущает того насколько это важно да насколько важно даже вот такая простая вещь то есть навсегда надо помнить что всевышний тебе сделал и когда ты помнишь то что всевышний тебе сделал это приводит все больше и больше к положительным вещам то есть тебе всевышний дает то что нужно если ты все время говоришь как неплохо как неплохо как неплохо то в результате тебе будет действительно не дай бог плохо да то есть несмотря на то что это как говорили в одессе евреи что деньги любят слезы да люди которые жалуются как правило не все в порядке но то есть как бы это вот знаем то много анекдотов когда евреи говорят там помните так что хотел сейчас кстати рассказать и такой анекдот смешной вспомнилась да то есть ребенок вдруг не разговаривал не знаю что с ним делать начали проверять его два года он не говорит три года он не говорит все врачи говорят что он абсолютно здоровый и все уже семь лет он ничего не говорит и вдруг это вот он сидит обедает с родителями и говорит что передайте пожалуйста мне вот этот кетчуп потому что этот плохой и мама в шоке говорит как ты умеешь говорить все остальное это черт и раньше говорю но раньше меня все устраивало то есть когда человека все устраивает он не говорит то то есть но еще раз мы возвращаемся к тому что если человек не благословляет всевышнего за то что у него есть не вдумывается то что есть так он может это не дай бог потерять то есть а когда человек видит насколько всевышний ему много делает у него и молитва другая и отношение ко всевышнему другая и постоянно упомнит другого человека интересная вещь который сказал сказано что что в Талмуде, по-моему, пишется, почему человек первые два года, по-моему, не помнит, что с ним произошло. То есть, ну, как бы, свое детство до двух лет он не помнит. Объясняется так, что если бы он помнил себя до двух лет и видел, что ему сделали родители, то он бы не смог просто так перед родителями стоять. Он бы падал перед ними на колени, его бы трясло от страха и любви перед ним, насколько он ощущал, сколько эти родители для него сделали. И поэтому Всевышний делает так, что мы не помним первые годы, чтобы постоянно не быть, как бы, чтобы иначе мы бы не смогли, мы всю жизнь только занимались своими родителями, чтобы сказать им спасибо, элементарное спасибо. И то же самое здесь, да, то есть, как бы, когда человек идет молиться, когда человек идет что-то делать, да, у него молитва не клеится, ему нужно вздуматься, что Всевышний для него сделал, и тогда молитва склеится, да, то есть, что Всевышний для него сделал, да, то есть он должен сказать, смотрите, я здоровый человек, Я не похож ни на одного человека. У меня есть своя задача. До сих пор у меня есть что есть. У меня есть здоровье. У меня есть все остальное. И как Всевышний управляет этим миром. И тогда само по себе у него возникнет желание благодарить Всевышнего, который все это ему дал. И то же самое здесь мы смотрим, что именно Бекури, именно первые плоды, когда мы говорим, что вот наконец-то мы пришли в землю Израиля. Оно связано со всем тем, что было раньше. Мы пришли в землю Израиля. Мы смогли построить квартиру. Мы смогли сделать свой дом. Мы смогли тут поселиться. И поэтому я благодарю Всевышнего. И поэтому первое, самое дорогое плоды, которые вырастают и так хочется их съесть, я несу кому? Я несу Всевышнему. Потому что я знаю, что от него все произошло. Я помню ту историю, которую я все время рассказывал. Я ее пытаюсь повторить всегда. То есть не пытаясь. Так получается, что я всегда пытаюсь. Когда это была история первое дело врачей, когда предыдущие любайческие реббы, или реброшаб, или предыдущие любайческие реббы, да, когда он приехал на мероприятие, посвященное тому, что хотел быть там большой погром. И там собралась еврейская элита вся, и вся эта еврейская элита, которая была, она начала смеяться, ну, отпустил несколько шуток над простыми евреями. И тогда реброшаб поменял цвет лица. Он говорит, вот вы смеетесь над простыми евреями, а кто сделал простых евреев наших такими бедными несчастными? Их сделал никто иной, как царские законы, которые это сделали. Причем они здесь, да, и потом он начал называть каждого из людей, как он стал богатым. Он говорит, ты встретился с каким-то графом, у тебя получилось что-то другое, у тебя получилось что-то другое. И так получается, что каждый человек, которого он называл, он где-то что-то, он сам был виноват, не виноват, что-то произошло, что изменило его судьбу. Да, и когда мы понимаем, что все, что Всевышний дает, в первую очередь он дает нам, и в первую очередь это благодаря тому, что Всевышний дал, и не только благодаря моих рук. Да, я сделал удачную сделку, да, я там сделал, там заработал много денег, но я могу сказать это благодаря моим мыслям, умениям и всем остальному, но мы должны понимать, нет, что в первую очередь это благодаря Всевышнему, который дал нам такие мозги, такие мысли и все остальное. А если мы будем думать, за что благословлять Всевышнего, то у нас есть постоянно за что благословлять Всевышнего. Слава Богу, я живой, слава Богу, я нахожусь, у меня есть прекрасная жена, я прихожу домой, мне готовят еду, у меня есть дети, которых Всевышний дал, у многих нет детей, это страшное горе, когда у человека нет детей, и все остальное. То есть, если я буду благодарен Всевышнему с каждой вещи, то у меня будет и жизнь радостная, и тогда я смогу по-настоящему служить Богу в радости. Тогда будет радость, то есть известная вещь, которую там Сипур, когда спросили одному из... один спросил Рэба, как можно благословлять на плохое, как на хорошее, то есть можно понять, как можно радоваться плохому, как и хорошему, да. То есть Рэба сказал, я тебе не отвечу на этот вопрос, я пошлю тебя к моему ученику Равзусе Меонимпе, там ты к нему придешь, он всегда очень бедный живет, и ты узнаешь, как можно благословлять на плохое, как на хорошее. И когда он к нему пришел, он посмотрел, там действительно очень бедная семья, они на одном столе на нем и ели, и спали, причем, если можно назвать это еду, на нем же учились, не было ни кровати, ничего. Он спросил Равзуша, вот Рэба меня послал к вам с таким вопросом. Он так посмотрел, говорит, я не знаю, почему Рэба послал вас ко мне. У меня на самом деле все хорошо, у меня все отлично. Да, то есть, когда мы смотрим во что-то хорошее, видим хорошую часть того, что все отлично, то есть залог того, что Всевышний пошлет нам больше и даст нам огромнейшее благословение, которое Всевышний для нас уготовил. Он просто ждет, что мы иногда попросили и сказали спасибо. Когда человеку не говорят спасибо, ему не хочется давать. Когда человеку не говорят спасибо, ему не хочется давать. И поэтому еще раз я говорю спасибо всем, кто помогает, чтобы и этот урок был, и все остальное, чтобы мы могли раздавать еду, все эти вещи, которые мы делаем, святые. Это все благодаря... Надо понимать, что этим людям, а этим людям в свою очередь дал Всевышний, пусть он им даст еще, еще, еще много-много процветания, благ и богатства. И поэтому очень важный эффект — это быть благодарным. Это когда мы приносим Бекурим первые плоды, первинки, говорим Богу спасибо. И это дает нам возможность находиться еще в Израиле, еще в Израиле и многие другие благословения. Ну, попытаемся все-таки ответить на вопрос, почему именно вот такой вот текст Торы, такой странный, который мы говорим, что он говорит именно про Лавана, пишется, что если бы Лаван не подсунул Лею вместо Рахель, то есть это один из комментариев, если бы он не подсунул Лею вместо Рахель, то как бы все дети бы произошли от Рахель. Все колена Израиля произошли от Рахель. А если произошли от Рахель, не произошло бы потом в результате… Еврейский народ! Не произошло бы в результате вот такого деления между сыновьями, И не было бы такого, что тогда бы не получилось бы вот такой вот вражды между братьями, потому что не получилось, что продали бы ИСФ, потому что ИСФ тогда был первенцем по праву. И тогда, как он первенец, не было бы таких недоверия братьев, не было бы этого результата, и не было бы в результате продажи ИСФ как такового, и как бы и так далее, и так далее. То есть мы видим, вот это один из комментариев. Другой стороны, Лаван, как бы, после того, как еврейский народ пробыл столько времени у Лавана, то есть 20 лет проработал Яков у Лавана, и ему казалось, что это вот, его в этот момент выгоняет, и он должен идти на встречу с ИСФ и все остальное. Так вот, тот момент, который с нами когда-то случался, и, не дай бог, что-то такое страшное, или что-то такое, когда Всевышний нас избавил от этого, он является основным моментом, который приносит нам радость. Да, есть такие разные, когда мы устраиваем трапезы, называется трапеза ОДАЯ, ну, то есть ОДАЯ — это благодарности. Вдруг с нами произошло, не дай бог, какое-то несчастье, могло произойти, но Всевышний нас избавил от этого несчастья, да, так произошло, что этого несчастья не состоялось, мы остались живые, нам ничего не повлияло, и то есть все хорошо, ну, к примеру, пурим, да. Каждый раз, когда мы вспоминаем о том начале, как это начиналось все, оно нам приводит к основным, к большим чувствам, большим чувствам благодарности и радости и служения в радости. Поэтому, дорогие друзья, приближается Рошана, Новый год, когда будет решаться судьба всего еврейского народа, и мы пристанем перед Всевышним, и обязательно нужно не забыть сказать спасибо за все, что он нам дал. И это спасибо будет и позволит нам также служить в радости, и пусть Всевышний пошлет всем много благословения, много богатства, много здоровья, много детей, много счастья, много удовольствия от всего, что их огражает, чтобы мы радовались каждому дню, в котором мы находимся. Шаббат шалом и до новых встреч!